Салам алейкум, хохмат лидост лар. Гастарбайтеры из Ирана. Вот эти азербайджанские турки. Село, в которое мы сейчас отправимся, называлось Текерли. Здесь жили турки, кавказские азербайджанцы. Эта гора называлась Кероглу. Гастарбайтеры из Ирана изгнали нас с нашей земли. И остался кулачок всего под названием Арцах и территория, которая сейчас называется Республика Армения. Всего в регионе это осталось у нас. Из около 300 тысяч квадратных километров исторической Армении, сейчас армянское государство меньше чем на 30 тысяч квадратных километров существует. В Хачардзане армяне поселились в 1988 году. В советское время в этом селе полностью проживали тюрки-азеры. Потом они ушли, а на их места из Азербайджана прибыли и поселились наши нынешние граждане. Азербайджанские пропагандисты говорят, что Ереван, Севан и так далее. Кстати, по поводу топонимы, у нас до сих пор топонимы цюркского происхождения полно, которых давно надо было сменить и коренные названия вернуть этим территориям. Вот сейчас говорят, азербайджанцы спекулируют. Это одна из излюбленных горе-экспертов, которые, я говорил, на рынке сидят там в смартфоне, пишут. Говорят, а как назывался Степанакерд до того, как его назвали Степанакерд? Типа ханкханды хотят сказать. А то, что в Ааракан на месте этого города существовало армянское поселение с раннего средневековья, об этом вам никто не говорил? Или вы думаете, хан и его кэнк-деревня там появились и сразу, да? Я не говорю только о Джиле. Во всех селах, которые мы сегодня посетим, в последние 100-200 лет армяне не проживали. Здесь не жили армяне, здесь жили тюрки. Однако после приобретения Армении независимости, тюрки покинули эти места, и на их место пришли и расселились армяне. На левом берегу Сивана в основном жили тюрки. Да здравствуют наши герои, которые освободили нашу родину и арменизировали всю эту территорию. Ваша армия называется Орду, Орда, к слову. Родину вы называете Ана-юрт, родная юрта. Ну, кочевники, что тут говорить-то? У них и милициалитет кочевой у большинства. Мало очень, мало очень цивилизовалось. Еще раз говорю, Баку это наш город, мы построили. Они пришли туда, мы им образование дали. Название села Арданыш никогда не менялось. Еще с древних времен оно называлось Арданыш. С болью в сердце хочу отметить, что два века здесь не было и следа армян. Карабахские события решили и эту задачу. Тюрки-азеры оставили эти места и уехали. Мы им медицину дали. Национальный инструментальный ансамбль азербайджанских национальных так называемых инструментов собирал этнический армянин и по населенным армянами регионам Азербайджанской ССР. Не удивляете, что азербайджанские так называемые народные песни и мелодии почти что на 90% с армянскими едины, одинаковые, не разберешь разницу? До 1988 года здесь жили тюрки-азеры. В 1988 году мы их отсюда выселили, а на их места поселили армян, прибывших из Азербайджана. Вот результат этого как раз. Ну черная неблагодарность. Пришли на нашу землю, ели наш хлеб, а потом нас же, хозяев, выбросили из страны. Мы из Мегринского района Сюникской области. Раньше у этого села было и народное название Нюведи. Здесь полностью проживали тюрки, азербайджанцы. По берегу Араза мы добрались до села Алванг. Должен признаться, что сотни лет армяне здесь не проживали. Жителями этих мест были тюрки, азеры, а село называлось Алидере. В этих местах жили тюрки, азеры. В конце 20 века, после начала карабахских событий, мы им сказали, если не хотите умирать, уезжайте отсюда. Потом сюда прибыли армяне и поселились здесь. Вот азербайджанская пословица. Гласит, когда приходит бездомный, хозяину этого дома уже места в своем доме не остается. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал, и поставить лайк этому видео.